Всем привет! Рада приветствовать на канале Перечница! Если вам нравятся наши видео, не забывайте подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски. В Турции, и не только в Турции, сейчас начался сезон тыквы, а значит будем готовить с вами турецкий десерт. Кавак татлысы. Готовится он очень просто. В него входит всего три ингредиента. Непосредственно тыква, сахар и для посыпки мы используем грецкие орехи, которые мы измельчим и будем посыпать сверху. Турки иногда еще поливают готовое блюдо тхином, тахини по-русски, но я не использую, потому что мне не нравится вкус тахини и кабака смешанного вместе. Поэтому я использую три ингредиента. Это классический рецепт. Тхин это уже впоследствии стали добавлять. Классический рецепт это сахар, тыква и грецкие орехи для посыпки сверху. Вы можете использовать фундук, тоже как бы очень вкусно, но в классическом рецепте грецкие орехи. Итак, что нам потребуется? Как говорят турки, сам рецепт предполагает, что тыква и сахар смешиваются в пропорции один к одному. Но поверьте мне, это очень сладко и есть это будет невозможно. Поэтому я смешиваю в пропорции один к двум, то есть две порции тыквы, одна порция сахара. Смешиваем, засыпаем тыкву сахаром, оставляем ее минимум на 4 часа, лучше на ночь. И на следующий день, на утречко мы встали и можете ее сварить. Варится она очень быстро. Сейчас я вам покажу, как это происходит. После того, как вы сварили тыкву, в принципе, вы даете ей остыть, посыпаете грецкими орехами и ваш десерт готов. Вот такой простой турецкий десерт, типичный для зимы, очень любят его турки. Попробуйте, я думаю, что вам понравится. Смотрите, какой консистенции должна быть тыква после ее приготовления. И всем приятного аппетита! Итак, я засыпала тыкву сахаром, я оставляю ее на 4-5 часов, и дальше я ее буду варить. Как и обещала, я покажу в конце, какая должна быть консистенция. Вот, собственно, вот такая вот пропорция у меня. Поверьте, этого сахара будет более чем достаточно. Я пробовала в соотношении один к одному, правда, есть это было невозможно. Итак, нашу тыкву мы сварили. Посмотрите, вот такого она цвета получается, немножечко карамелизировалась. Варили мы где-то 20-25 минут. Сироп у нас получается вот такой густоты. Для того, как кабак татвысы готов, мы выкладываем его на тарелочку. Вот так это выглядит. Посыпаем орешками. И, собственно говоря, наш зимний десерт турецкий готов. Всем приятного аппетита!